Всем привет! Сегодня будет снова обзор вещей из каталога Фаберлик. Это будет нижнее женское белье и футболка на мальчика. Так вот, начну рассказ с футболки. Еще до специальной операции, которая сейчас у нас происходит, я пошла покупать своему сыну футболки для того, чтобы носить дома. То есть мне нужны были просто приличные хлопковые футболки, которые мне жалко будет носить дома. Где-то они могут краской пачкаться, едой, чем-то еще. Поэтому я особо сильно к дизайну не придиралась. Но так как я люблю белые, мне нужно было бы что-то посветлее. Ну и недорого. На выход я могу ребенку купить футболку, естественно, подороже, а для дома нужно было что-то такое, самое простое. Пришла первым делом в Glory Jeans, где я всегда за 100 рублей покупала футболки, может, за 200 рублей. И в итоге нашла на распродаже одну удобоваримую, на которую мне будет приятно хотя бы смотреть на нее, когда ребенок ее наденет, ну и ему в том числе, за 370 рублей, по-моему. Это была прям максимально большая скидка. Основная масса футболок была по 799 и 999. Это Gloria Jeans. Я, честно говоря, немножко обалдела от цен, потому что Gloria Jeans у меня ассоциировалась совершенно с другим ценным сегментом. Потом я пришла в Аша, там нашла футболки по 300 рублей. То есть все, даже на начало февраля, наверное, это тогда было, не было уже ничего очень-очень прям бюджетного. Теперь, когда наступает лето, я посмотрела все, что в прошлом году я ему покупала в каких-то магазинах, которые сейчас уже у нас закрылись и не знаю, откроются или нет, но где-то вещи покупать нужно. Я даже сходила в магазин, который закрывается, по-моему, это французская марка, как они там, по-моему, у себя пишут, Киаби. Тоже была очень бюджетная марка, но на наш размер уже ничего не осталось, а детская висит по 500-600 рублей. То есть цены вот такие, при том, что там даже была анонсирована распродажа в связи с закрытием, то есть там все-все закрывают, а не уезжают. Вот такие цены. Я не заходила в Остин, я не заходила пока никуда, но там всегда были цены выше, и я подумала, что посмотрю-ка я каталог Фаберлик. Вот то, о чем все говорят, когда нужно поменять магазин, вот сейчас это реально случилось. И что меня, в принципе, детская одежда меня по качеству устраивала всегда. И детям, и дочери, когда она была еще в детских размерах, я покупала вещи, и куртки, и футболки, и леггинсы ей покупала. Теперь сыну. Но что мне всегда не устраивало, это то, что какие-то очень уж агрессивные были рисунки на футболках, ну и сейчас это все присутствует, а скалы вот эти звериные, я это все не люблю, и не хочу, чтобы мой ребенок в этом ходил. А вот в этом каталоге, который я сейчас смотрю, это каталог номер 6, мне приглянулись вот такие милые зверюшки на футболках. Моему сыну 10 лет, ему тоже понравились. Мы выбирали из двух вариантов. Один представлен здесь в каталоге, второго нет, там два медвежонка едут на мотоцикле. Для девочек всегда более милые коллекции, и к качеству вопросов вообще нет. Если в Glory Jeans еще иногда попадаются футболки, где на 35% только хлопок, 65% полиэстера, они буквально через неделю уже все закатаны, то наши футболки из 100% хлопка, и мы заказали эту футболку. Я заказала в двух размерах, у меня ребенок чуть выше 140, но до 146 еще не дорос, и я не понимала, большимерят, маломерят футболки. Заказала две на примерку, одна 140, другая 146. В итоге мы открыли 146 и угадали. 140 даже сразу просто я вернула, 146 подошла. Я вам сейчас ее покажу детально, сделаем замеры и посмотрим. 699 рублей она стоит в каталоге, и 559 рублей она у меня получилась в закупе. Ну, вот для такого приличного качества, для приличного рисунка на этой футболке, она по текущим ценам очень-очень даже недорогая. Что еще я купила? Еще у нас в семье возникла потребность в приобретении нижнего белья, конкретно это стринги. Обычно мы покупали бесшовное белье, очень недорогое, на Казань-экспресс. Это такой аналог Алиэкспресс, у нас в Казани придумали, и этот проект уже распространился на некоторые другие города, и там можно заказать было всегда что-то бюджетное, по типу Алиэкспресс, только доставка в течение суток. Мы сегодня заказали, завтра пришли на пункт выдачи и получили. Получаем на пункте выдачи. Так вот, я много раз там что-то заказывала, в основном там какие-то селфи-палки, носочки, вот так вот нижнее белье какое-то бесшовное в основном. Сейчас у меня Даша зашла, посмотрела, сказала, мама, там, во-первых, все дорого, там по 400 рублей они, во-вторых, маленьких размеров нет. А нам нужны были маленькие размеры. И тут я вспомнила, что у нас на сайте в распродаже просто невероятное количество нижнего белья. И Флоранж, и Фаберлик там есть все. И у меня, так как я оплачиваю от 50 баллов, моя скидка на Флоранж составляет 30%. То есть на всю одежду у нас у всех абсолютно одинаковая скидка 20%, а на Флоранж у тех, кто оплачивает от 50 баллов, 30% скидка. И еще одно условие у Флоранж есть. Одна акция такая очень приятная. Если вы покупаете белье Флоранж не с распродажи, по обычным, из обычных коллекций, нераспродажных, то при покупке на сумму от 6000 рублей вам еще зачисляется кэшбэк в размере 10%, и вы его сможете потратить в следующих двух каталогах. У вас будет всего два периода на то, чтобы потратить этот кэшбэк, снова на белье Флоранж. Вот такие, у вас прям, посмотрите, можно белье Флоранж купить, ну прям очень-очень выгодно. Сначала с 30% скидкой, и потом еще, ну как минимум, 600 рублей кэшбэка забрать на оплату, допустим, какого-то еще нижнего белья. Имейте это в виду. И 50 баллов у нас дает 26% скидку на основной ассортимент. К нему относятся у нас ароматы, уходовые средства, декоративная косметика и все, что касаемо товаров для здоровья. Бады, пищевые концентраты, вот это все. Просто имейте в виду. Так, ну и что у меня в заказе? У меня получилось две футболки, три штучки стрингов, и мы сейчас с вами все с замерами посмотрим. Так, начнем с футболки. Это коллекция бурматиков, цвет белый, размер у меня 146 по ростовке, стопроцентный хлопок и артикул. У конкретно 146 размера, вот сейчас у вас, так, фокус есть. И артикул модели отличается, видите, да? То есть вот этот артикул, он только для 146 размера. Приходит вот в таком мешочке, естественно, есть вот такая вот штука. И еще проложено пергаментом. Расскажите мне, какую функцию он выполняет? Почему-то он всегда лежит как-то вот так вот зачем-то свернутый. Для чего? Может быть, кто-то знает этот секрет? Откройте мне его, пожалуйста. Я не понимаю, для чего это делают. Так, ну вот футболка. Очень приятная, такая, знаете, шелковистая на ощупь. Я не могу сказать, что она очень плотная, видите, да? Руки просвечивают, но она и не очень тонкая. Средней плотности летом в ней точно не будет жарко. И по поводу рисунка. Есть ощущение, что он тут есть рисунок. То есть вот здесь нет рисунка, здесь есть тактильные ощущения разные. Но это не резина, это не наклейка. И при растягивании даже ничего не меняется. Футболка. Так, давайте покажу вам, как отделана горловина. Очень даже прилично. Хорошо, что здесь нет какой-то дешевой резинки. Такой, вот знаете, бывает сильно широкая, ребристая. Здесь такого нет. Рукавчик отделан обычно. Здесь есть нашивка бурматиков. Вот такой ярлык еще к самой футболке прикреплен. И есть еще один ярлык сбоку. И очень комфортный. Он тканевый. Он не будет царапаться. И я обожаю, когда так делают. Почему? Потому что не нужно отпарывать. И всегда инструкция по уходу у нас есть на одежде. Потому что когда она колется, я ее обстригаю. И потом никогда не помнишь, что можно с вещью делать, что нельзя. 100% хлопок. Размер 146. Ну и давайте замерим. Длина футболки 54 сантиметра. Ширина 41 в полуобхвате. Футболка прямая. Поэтому она будет одинаковая по всей длине. Ну и длину рукава. Давайте вам скажу. Длина рукавчика не коротенькая. Слава богу. Иначе это смотрится очень некрасиво. 17 сантиметров. Ну и давайте уже горловину тогда вам вот здесь по этому месту измерю. Получается 14 сантиметров. И вот такой милый медвежонок. Нам Андрею очень понравилось. У нас каталог не вмещает всю коллекцию, которую выпускают одежды в компании Фаберлик. Поэтому можно посмотреть все на сайте. Регистрация на сайт, чтобы посмотреть, был у вас полный доступ и сразу видеть актуальные цены. Это нужно пройти по ссылке под этим видео, зарегистрироваться и пользоваться всеми скидками и всеми возможностями для просмотра. В заказе у меня еще было две штучки бежевых стрингов и одни черные. Они разные. Даже по названию. Черные называются Тори, а бежевые называются Хейли. Размер S. Обязательно смотрите размерную сетку. У Флоранш она нестандартная. И если мы обычно дочери брали XS, то здесь по размерной сетке нам подошел S. XS я убрала. Ну и давайте посмотрим. Мы уже одни просто постирали. Вот эти стринги бежевые пришли. Вот чем-то пахнет ткань. Я не знаю чем, но у нее есть какой-то определенный запах. После стирки он изменился, но не остался. Я думаю, что нужно будет еще пару раз постирать, и тогда он, я надеюсь, исчезнет. Так, ну давайте начнем с ярлыков. Здесь есть Флоранш. Сразу все это отрезали, потому что, несмотря на то, что этот ярлык тканевый, он царапается, колется. Мне было неприятно. Это тоже нужно отрезать. Здесь 71% полиамид и 29% эластан. Так, ну вот ярлык с размером вам покажу. Может вам это как-то сейчас поможет. Белье у нас все подлежит возврату, но оно подлежит возврату в том случае, если вам оно не подошло, но вы аккуратно его померили. Сохранили гигиеническую вот эту наклейку. Она обязательно должна присутствовать. Затем вы аккуратненько свернули белье, так как оно было в упаковке. И вот в таком виде, в запечатанном, вернули. Вот так можно вернуть белье. С бюстгальтером то же самое, чтобы были на месте все этикетки, товарные какие-то маркировки. Ну и естественно, чтобы все это было чистым, без следов помады и тонального. Хотя это к белью неприменимо, но разные бывают ситуации. Ну и давайте рассмотрим. Вот в бежевом белье есть атласные вставки. Оно бесшовное. Обратите внимание, это было нам очень важно. Там есть стринги и со швами. И мы выбрали бесшовное. Нам нужно было бесшовное. То есть те места, которые выделяются из-под обтягивающей одежды, они бесшовные. Швы, получается, проклеены, не прострочены. Прострочено только самый верх, где резинка. Сейчас я вам тоже все это замерю, а пока просто показываю, что здесь есть. Так, здесь строчка. Здесь у нас наклеевой. Все, я сейчас сниму гигиеническую эту штуку. Покажу вам, как все выглядит. Здесь ластовица хэбэшная. Ну и не очень тонкая ниточка. Не знаю, кому как. В общем, смотрите, получается, что они выполнены из одной и той же ткани. Просто на... Вот эти вот вставки, они как бы на изнанке. Видите, да? Одна и та же ткань. Эти вставки сделаны из левой стороны ткани. Так, ну и замерим сейчас по талии. В не растянутом виде 32 сантиметра. Они тянутся, но не бесконечно. Вообще, я предпочитаю, конечно, такое белье носить, чтобы оно было не в обтяжку. Я бы себе, если бы брала, брала на плюс еще размер, чтобы они прям свободненько сидели. Ну и давайте вот эту высоту тоже замерим. Кому-то это важно. Здесь получается 19 с небольшим сантиметров. Ну, вот так они выглядят. Так, теперь посмотрим черные артикулы. Видите? Здесь уже другая ткань и другая модель. Никаких вставок нет. Это тоже бесшовное белье. Мне кажется, что вот эти вот черные, они, ну, даже как будто бы на ощупь тоньше, чем бежевые. И ткань более бархатистая, что ли, она как будто бы микрофибра. Чем-то напоминает. Но только не бархатистая микрофибра, а более шелковистая микрофибра. Здесь тоже все, все краешки на клею. Шовчики боковой. Где резинка. Здесь тоже есть шов. И сейчас посмотрим, что у нас в ластовице. Клей остается. Посмотрите, клей не снимается. Вместе с... Остался здесь. Тоже хэбэшная ластовица. И никаких вставок здесь уже нет. Еще раз скажу, что это размер S. Так же, как и бежевые. И тоже давайте замерим. Тридцать один сантиметр. А те были 32. И эти повыше. Здесь 20. Ну, давайте вот так сейчас сравним их. Наоборот. Бежевые, получается, будут сидеть чуть свободнее, да, чем черные. Есть небольшая разница. Они как будто бы чуть-чуть поуже. Где это все найти? Где найти эту распродажу? Где я купила нижнее белье? Где я купила вещи? Из предыдущего обзора платья я купила юбку и маечку для сна. Я еще купила свитшот, но свитшот я вернула. А три вещи оставила. Все-таки комментарии ваши, где вы написали, что мне хорошо в платье. Ну, и мнение моих подружек, моих, это мама, жена, брата и дочери, перевесили. Да, мои сомнения по поводу валанов. В общем, я оставила платье, оставила юбку и оставила маечку для сна, которую собираюсь еще в синем цвете купить. Где это все найти? Во-первых, нужно зайти в корзину через браузер. Вот я только такой путь знаю. Заходите в корзину через браузер и находите персональные акции и над ними слово распродажа. И вот там целых 28 страниц разных товаров. Там очень много одежды. И флоранш, и фаберлик, и нижнее белье, и просто какие-то вещи. И на выход, и дома походить, и детская одежда, и колготки. Ну, там очень... 28 страниц товаров, представляете, да, сколько это? Я думаю, что в приложении это тоже можно найти. Когда вы на главную страницу заходите, и вы видите под баннером, под картинкой крупной, там идут товарные категории. Зайдите в моду, и в моде вы увидите в самом верхнем три пиктограммки. Вот средняя, которая выглядит как воронка. Нажмите на нее. Мне кажется, там есть слово распродажа, или может быть там есть слово суперцены на одежду. Нажмите, и можно посмотреть там. Но все-таки я рекомендую через браузер это сделать. У вас и картинки будут нагляднее на мониторе, чем мелкие там в телефоне. Поэтому зайдите через браузер, все-таки выбор одежды. Нужно какие-то детали рассмотреть, как смотрится на модели. Подходит, не подходит. Ну, и все вещи у нас можно брать на примерку. Имейте это в виду. То есть, что такое примерка? Функция примерка – это когда вы делаете заказ, но его не оплачиваете до того момента, как вы примерите. Выбирайте пункт выдачи, где возможна примерка, потому что у нас есть пункты выдачи, которые просто выдали товар, у них вообще там не повернуться, не развернуться, тем более негде примерить, и зеркала нет, например. Поэтому выбирайте тот пункт выдачи, на котором это все возможно. Если не знаете, есть там такое или нет, первый раз вы, к примеру, заказываете, позвоните туда и спросите, у вас есть где вещи померить? И они скажут, да, есть. Все, соглашайтесь и делайте заказ именно туда. Теперь, что делать дальше? Приходите на пункт выдачи и меряйте. Все нижнее белье подлежит возврату. Колготки чулочно-носочные не подлежат возврату, если они качественные. Если вы обнаружили брак, то вы это вернуть можете. Стрелку, дырку, непрокрас, еще какие-то моменты, это все подлежит возврату. А нижнее белье, несмотря на то, что в магазинах оно не подлежит возврату, в фаберлик вы можете это сделать в течение 14 дней с момента того, как заказ получен вам на руки. Но это когда получен. А когда мы пользуемся функцией примерка, мы приходим на пункт выдачи, меряем все, что мы заказали, все, что нам подошло. Что мы забираем, а что не подошло, оператор при вас убирает сначала из заказа, и вы оплачиваете только то, что вам подошло. Вот так это работает. Теперь другой вариант. Вы забрали все домой, дома вроде все подошло, пришли домой, посмотрели. Нет, все-таки мне не нравятся эти стринги, и я пойду их сдам. Да, вы их можете сдать в течение 14 дней с даты, когда вы их забрали. Принесли на пункт выдачи в товарном виде, в упаковке, чек можно не приносить, без чека у вас их заберут. И после этого вы будьте внимательны. Стринги у вас сразу заберут, или какую-то вещь у вас сразу заберут. Деньги вернут ровно в тот момент, как оператор создаст претензию на возврат. Кто-то заставляет подпись ставить на ней, кто-то нет. По-хорошему, да, нужно ставить свою подпись, что вы вещь вернули на распечатанной претензии. В этот же момент вам возвращаются деньги. Если это брак, вам еще возвращается часть доставки, которая на эту вещь пришлась. Если это качественный товар возвращается, возвращается только его стоимость по той цене закупа, которую вы заплатили за этот товар. И будьте внимательны, что за этот товар у вас вычтутся баллы в следующем каталоге. То есть, если вы оплачиваете 50 или 100 баллов, будьте внимательны, что ваш следующий период начнется с минуса баллов. Например, сдали вы футболку, футболка, к примеру, 3 балла стоила, вы футболку вернули, значит, 3 балла с вас вычтут в начале следующего каталога, и вы начнете с минуса. И чтобы 50 своих баллов или 100 оплатить, вам нужно сделать заказ на 53 или на 103 балла. Вот эти моменты имейте в виду, и будьте внимательны, чтобы не получилось так, чтобы 50 баллов оплатили, а у вас всего пошло в зачет 47, и на 26% скидку вы не вышли. Бывает обидно, но предупреждаю, что такое может быть, и будьте с этим внимательны. С функцией примерка этого не произойдет, никакого минуса баллов не будет, потому что у вас вещи изымут из заказа еще до оплаты. В этом разница, разница в наличии оплаты. Вот, поэтому пользуйтесь функцией примерка, пользуйтесь, это очень удобно, вы можете заказать себе много вещей разных размеров, померить и оставить себе только то, что подошло. На этом все, регистрируйтесь по ссылке под этим видео, для того, чтобы видеть полный ассортимент, который есть на сайте Faberlic, еще раз на этом сакцентирую внимание, потому что в наш каталог входит только малая часть всего, что есть на сайте. И тогда еще со вторым заказом компания вам оплатит 500 рублей во втором заказе, то есть снизит стоимость второго заказа на 500 рублей. Это очень классно, это очень приятно в наше время, поэтому пользуйтесь. На этом все, с вами была Марина Соловьева, увидимся в следующих видео, всем пока!